Сергей Пухальский – один из брестских ветеранов афганской войны. Молодой военный, который до прибытия в Беларусь служил командиром разведочно-десантной роты Венгрии. Написал рапорт, что хочет служить в Афганистане, потому что знал – там его сослуживцы и однокурсники. Итак, в 30 лет, будучи капитаном, был отправлен в эту страну. Война для Сергея Владимировича – это период самый страшный в его жизни. Война – это не только боевые действия, это прерванный сон, это иногда отсутствие пищи и воды, но в общем-то это человеческие отношения, и благодаря тому, что в нашей армии очень высокий дух коллективизма и взаимопомощи, наверное, поэтому мы смогли выстоять в любых условиях и климатических, и в условиях непосредственного воздействия, огневого воздействия противника. В Афганистане погибло много молодых ребят. Сергеем Пухальским случалось разным. Его подразделение брали в окружение. Он с боями прорывался, чтобы позволить жить дальше своим солдатам и выжить самому. И все это было не зря. Попытный военный был ответственен за каждого бойца. Одной из таких историй было окружение в районе Черекара, когда нас полностью обложили со всех сторон, мне надо было принимать какое-то решение. Естественно, что сдаваться мы не собирались, но вспомнил эпизод Великой Отечественной войны, когда при форсировании Днепра генерал Ватутин дал команду одновременно дать большой свет, а что это означает? Повесить осветительные мины, включить прожектора и ракеты. И вот по радиостанции я дал команду, чтобы все приготовились. И одновременно мы дали подсветку минометами. Духи оказались неподготовлены к этому, потому что их было больше значительно. Они проводили перемещение, и они не знали, что одновременно вдруг они ночью окажутся как на ладони. Это дало возможность сосредоточить огонь в одном месте, чтобы обеспечить выход из окружения. Михаил Романюк – еще один ветеран, воин-интернационалист. Он также не единожды рисковал своей жизнью и был непосредственным участником вывода советских войск из Афганистана. Михаил Степанович служил 15 месяцев, но ни на минуту он не забывает то время. В мае 1989 года вернулся в Брест для продолжения службы. После этого он решил, что главной своей задачей в жизни сделает физическую и моральную подготовку школьников к службе в армии. За это время сотни ребят подготовлены к срочной службе в армии, стали офицерами ОМОНа, частей спецназа и ВДВ. Вывод, сейчас, потому что я на вывод попал в 1989 году, по дороге у нас там 30 человек погибло по дороге, три недели добирались до места дислокации через границу. 89 февраль месяц, три недели, 30 человек, и тоже эти снега, морозы, обмороженные, и взрыв, взрывались в машинах. Ну, в общем, только неприятных эпизодов, которые мы уже не могли дождаться, когда уже, наконец. И там опять перевал завалился снегом, там еще взорвали машины, опять не может, колонна остановилась. И это три недели таких мучений, пока, наконец-то, вышли. Уже и оружие это бросали, и гернаты выкидывали через окно, чтобы только что-то не мешало. Потому что уже паника, психика была не вверх. Вот это было, да, состояние вот такое тревожное. И вот оно периодически где-то удораживает вас, даже если надо, вас не надо. Сергей Котик на войну в Афганистан попал в 24 года. Справедливость. То самое первое чувство, которое испытал Сергей Васильевич. Ведь в то время уж слишком тяжелы были и физические, и психологические условия пребывания там. Каждый день на войне мог стать для него последним, а жить очень хотелось. Поэтому, несмотря на страх, они все выполняли свой армейский долг и отдавали собственные жизни. 26 июня, 87-й год, когда меня обстреляли. И тогда нормально обстреляли. А было это уже перед заменой. Я в 87-м году заменялся. Я заменился 15-го июня. Вот меня тогда обстреляли, сильно обстреляли. Чувство страха было первое, когда я еще приземлился. В Кабу, в Союз заприлетел. Когда обстреляли нас на переселенном пункте. Ну, Миша, ты знаешь, в Кабу. Вот тогда, ну, понемножку, понемножку прошло. Плюс мне родители, когда я уничал, мне написали такую бумажечку. От Боженьки. И я два года с этой бумажки здесь носил. Война унесла много жизней. В их числе и муж Натальи Чубиной – Александр. Душевные раны Натальи не зажили до сих пор. Молодая женщина стала вдовой в 1982-м. Голос ее дрожит. И если посмотреть в глаза женщины, то поймешь, что в них таится свежее горе. Какой был ее муж, мы уже не узнаем. Но Наталья Васильевна отзывается о нем так. Ой. По-моему, таких уже нет. Замечательные. Замечательные. Трагические события 80-х оставили глубокий кровавый след в истории каждого воина-интернационалистам. Говорят, время лечит. Но с этим не согласны те, кто прошел горнила афганской войны. Раны зарубцевались, но душа по-прежнему болит. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok